Библейский портал экзегет.ру представляет 44 глава пророка Иезекииля Мой перевод с небольшими комментариями для библейского портала Экзегет Ну вот, в предыдущей главе говорилось долго и подробно о архитектуре, о каких-то обрядовых границах И 44 объясняет уже, собственно говоря, смысл этого служения, вот этого храмового комплекса, идеального храма Который будет когда-то восстановлен в Иерусалиме, как пророчествует Иезекииль Некоторый его такой проводник, какой-то ангел, который там действовал Сначала один показал ему устройство дворца, а потом другой объясняет ему, зачем все это нужно И объяснения продолжаются Он привел меня к внешним воротам святилища, которые обращены на восток, но они были затворены Господь сказал, эти ворота пусть будут закрыты и никогда не отворяются Пусть никто сквозь них не проходит, потому что Господь Бог Израиля прошел сквозь них быть им закрытыми Вот только что мы читали в предыдущей главе, как слава Господне возвращается в Иерусалим Возвращается из изгнания, из вавилонского этого плена, где она являлась Иезекиилю И, соответственно, вот здесь он объявляет, что то место, где прошел Господь, навсегда закрывается обычно И священно разделены, вот эти ворота теперь священные Быть им закрытыми Лишь правитель, да, правитель может сесть у этих ворот, чтобы вкусить пищу пред Господом Он войдет через притвор этих ворот и точно так же выйдет Значит, правитель, которого здесь даже остерегаются называть царем, потому что подлинный царь Израиля – это Господь Он вот через притвор, да, то есть он вот как-то боковым таким, вот боковой калиточкой проходит Он провел меня через северные ворота к храму Господне Я увидел, как слава Господне наполняет храм Господне полниц И Господь сказал мне, сын человеческий, внимательно всмотрите, вслушайся и хорошенько запомни все, что я скажу тебе Все правила, касающиеся храма Господня и все его законы Обрати внимание, что должно быть в храме, а что недопустимо в святилище Вот вновь граница, да, как это делается Передайте мятежникам Дому Израилеву, что говорит ладыка Господь Хватит творить мерзости Дом Израилев Вы еще и чужаков сюда привели, их сердце чуждо, обрезание, плоть их не обрезана Знак завета с Богом, который из реветяния носят на своем теле, обрезание И, соответственно, вот тоже разграничение между своими и чужими Чтобы они находились в моем святилище, оскорняли мой храм, когда вы приносили мне пищу, жертвенный жир и кровь И этими своими мерзостями нарушали завет со мной Сами вы не служили моим святыне, моих отправляли служить в моем святилище То есть, вероятно, какие-то неизраильтяне получили доступ к этому храмовому служению Так говорит ладыка Господь Никакой чужак, чье сердце чуждо обрезание, чья плоть не обрезана Обратим внимание, что сердце, второй раз это сказано на первом месте То есть, внутренняя готовность принять на себя завет с Богом важнее, чем внешний ее знак Не должен входить в мое святилище, пусть даже и живет среди сынов Израилевых Да и левиты, которые удалились от меня, блуждали вместе с Израилем вдали от меня, следуя за идолами И они понесут свое наказание То есть, вот, чужих не должно быть вообще, но и свои тоже будут просеяны через некоторый фильтр Они будут служителями в моем храме, храмовыми привратниками и храмовыми прислужниками Будут закалывать для народа всесожжения и другие жертвы Будут стоять перед людьми и помогать им Но за то, что они служили для них пред идолами и стали для Дома Израилева камнем преткновения За это подниму на них руку, пророчествует Господь И понесут они свое наказание Не предстанут передо мной священниками, перед святынями моими, перед святая святых То есть, люстрация их исключают из числа священнослужителей Они несут только второстепенные такие хозяйственные обязанности Ляжет на них бесчестье за все мерзости, какие они делали Я поставлю их на разные храмовые служения, на всякие работы, какие только делаются в нем Смотрите, он не прогоняет, но те, кто осквернился, тех уже не пускают к, собственно, священно действию А священники из потомков Левит от Садока, которые продолжали служить в моем святилище Даже когда сына Израилева блуждали в даре от меня Вот они приблизятся ко мне для служения Предстанут передо мной, чтобы приносить мне жертвенный жир и кровь Вот те части животного, которые идут в жертву Бога Пророчества Владыки Господа Они будут входить в мое святилище, приближаться к моей трапезе Прислуживать мне и совершать мое служение И когда они подойдут к воротам внутреннего двора, пусть будут на них льняные одежды Лен более ценная, чем шерсть, ткань в те времена, но хлопка практически не знали Пусть не одевают на себя ничего шерстяного, когда будут совершать служение в воротах внутреннего двора и за ними На головах пусть у них будут льняные тюрбаны, на бедрах льняные штаны Пусть не надевают такого, от чего потеют Вот тоже важно, что человек должен физическое свое тело сохранять в максимальной чистоте А когда будут выходить во внешний двор, к народу во внешнем дворе Пусть снимут одежды, в которых совершали служение И пусть переодевшись оставят их в священных комнатах, чтобы народ не прикасался к священной одежде Вот есть богослужебное одеяние, есть обычная одежда Пусть они не бреются на голову, но и не отпускают длинных волос, а стригут волосы Пусть никакой священник не пьет вина перед тем, как ходить во внутренний двор Пусть не берут себя в жены ни вдову, ни разведенную, а берут только девственниц, родом из дома Израилева Или вдову, оставшуюся от священника Тоже принцип, что женщины должны быть чисты от каких-то других израильтян Вновь границы, 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 да? Не то, чтобы плохо брать жены вдову, которая была замужем за другим израильтянином Но вот священное и простое, это во всем Это в географии, это в ритуалах и это даже в брачном праве И народ мой, они пусть учат отделять священное от обычного Объяснять, что чисто, а что не чисто Пусть они разбирают на суде всякую тяжбу и пусть судят по моим установлениям Пусть соблюдают мои законы, мои правила, мои обычаи Храня святость моих суббот Суббота, вот еще одна граница То есть один день в неделю отделен для Бога И это было очень важно для языки Еле Сохранять именно субботы как главный признак памяти о завете с Богом Пусть никто из них не приближается к мертвецу, чтобы не оскверниться Еще одна граница Только ради отца и матери, сына и дочери Брата или незамужней сестры можно им так оскверняться Имеется в виду прикасаться к мертвому телу Но во время похорон приходится же прикасаться к мертвому телу близкого родственника А после очищения пусть священник отсчитает еще семь дней И тогда пусть отправится в святилище, во внутренний двор И перед началом священнослужения он должен принести жертву за грех Так пророчествует Господь Обратим внимание, что грех это в том числе ритуальная нечистота Вот прикосновение к телу умершего родственника Конечно, нельзя назвать это нравственным грехом, что человек там плохо что-то сделал Что ж до их удела, то их удел это я И земельного владения не давайте им в Израиле Это я их владение Смотрите, у всех израильтян, у всех племен или колен Есть свои наделы, свои территории А левиты лишены, потому что им не нужно заниматься земледелием Не нужно строить города Они священно действуют А остальное Израиль, соответственно, за это их снабжает и продовольствием И всем, что им нужно Поэтому именно служение Богу есть их удел Их земельный участок Они будут есть хлебные приношения Жертвы за грех, жертвы повинности И все, что в Израиле не посвятят храму, будет принадлежать им Любые отборные первые плоды и всякие приношения Все, что бы вы не принесли, пусть будет для священников И первую выпечку из новой муки отдавайте священникам Чтобы почило на вашем доме благословение Священники не должны есть никакой падали Будь то животное или птица Или тушь, растерзанная хищником То есть тоже важные законы питания Священнослужители едят только то, что принесено в храм, как дар Богу А падаль, то есть то, что умерло То, что относится к сфере естественной жизни и смерти Для них запретна абсолютно пища Вот, казалось бы, такое с нашей точки зрения может быть странное деление Но для него невероятно важно отделить сакральное от профанного Священное от повседневного, чистое от нечистого И сделать это буквально на всех уровнях жизни В том числе вот в рационе священников Субтитры создавал DimaTorzok